Всем привет! С вами Кристалл! Продолжаем играть в разные игры! И сегодня, ребята, мы с вами сыграем довольно-таки крутую игрушку под названием Hive Time! И это, ребята, игра, где у нас будет своя собственная армия пчел, они будут у нас сработать, они будут строить свои собственные улей, в котором будем создавать себе свою армию, создавать себе ресурсы и развивать этого улей как можно больше. Поэтому много здесь чего будет интересного, и если ты захочешь увидеть продолжение данной игрушки, то сразу лайком поддержи, чтобы я смог тебе потом еще больше контента показать, чтобы я знал, что тебе игра понравилась. Но конкретно в данном случае, что у нас сейчас происходит? У нас есть несколько пчел, в данном случае их сейчас 8, и нам нужно что-то из этого делать. Что мы будем делать? Первым делом нужно будет построить выход, иначе если у нас не будет выхода, то мы не получим новых ресурсов. Так что давайте сделаем нашу первую постройку, конкретно это у нас сбор ресурсов, поэтому тратим один воск и создаем сейчас-таки этот выход. После чего нам нужно будет ресурсы во что-то превращать, в данном случае сейчас нам нужно будет больше всего воска, поэтому построим себе этакий завод воска. Он занимает нас много клеток, поэтому, например, сюда закинем И пусть начнется у нас уже хоть какое-то развитие Но самое главное, конечно же, построить еще одну вещь Чтобы у нас начинали появляться новые пчелки Это сами по себе Пчелки здания нашего роя, не знаю, как правильно сказать Короче говоря, вот здесь у нас будут производиться новые пчелки И также можно сделать еще нам мастерскую в будущем Там будут открываться новые постройки для нашего улья Сейчас у нас всего лишь базовый класс, скажем так У нас ничего особенного нет У нас есть парочка пчелок И это все, что у нас есть А они ничего особенного не умеют Единственное, что они умеют, это собирать ресурсы И что-то потихонечку строить А потом у нас будут появляться пчелки-няньки Потом пчелки-разведчики У нас будут пчелки-защитники, воины и так далее и тому подобное И как раз они будут производиться уже в этом здании Здесь я могу выставить процент, как я хочу, чтобы у нас все работало Например, сейчас у нас стоит 100% на производство именно самых простых работяг Но если я, например, добавлю сюда парочку процентов То у нас будет 10% шанс того, что появится нянька Зачем нужны няньки? Затем, чтобы у нас гораздо быстрее производились новые пчелы Няньки как раз-таки парятся над темой того, чтобы как раз у нас появлялись более быстро пчелы Но опять же, через определенное время они все у нас вымирают И в этом самая большая сложность, как по мне Потому что я еще не особо наловчился Так как нужно нам правильно управлять своим ульям Чтобы у нас и пчел постоянно становилось больше И разные классы появлялись, и ресурсы все у нас хранились Короче, в этом плане здесь все прям заморочено Может быть в будущем у нас какие-то апгрейды появятся И мне станет немножечко проще Ну и сейчас что мы сделаем? Нужно будет хранилище нектара, также хранилище пыльцы Все это мы сейчас построим, клеточки реализуем, которые здесь стоят И плюс еще мастерскую поставим Все самые первые здания, чтобы у нас здесь были Так, ну и больше всего меня, конечно, интересует производство новых пчел Сейчас у меня их всего три, это очень мало Всего три работяги, представь себе, как это плохо, как это мало Надо что-то с этим делать нам Надеюсь, наша королева побыстрее будет что-то производить А то, ну, совсем хреново, если у нас нет каких-то новых пчелок Так, ну и, да, сейчас процесс у нас пойдет Они достроят мне мастерскую, все мастерские, все хранилище И там уже можно будет создавать, например, нам нашего работягу Если будет у нас строитель, то как раз он займется тем, что будет открывать для нас новые крафты Ну и сейчас я постараюсь сделать так, чтобы у нас было прям дофига новых пчел Может быть, стоит сделать конкретно вот так вот А крафт, чтобы у нас сейчас появилась хотя бы одна нянька Чтобы она парилась на тему производства новых юнитов А потом уже что-нибудь и придумаем другое Так, ну ладно, смотрите, например, сейчас появилась первая нянька И сразу ставим 100% производства простых у нас пчел Возможно, после этого станет все немножечко приятнее Так, ну единственное, что я не особо понимаю, как здесь у нас пчелы живут То есть в какой момент они отъезжают Сколько у них всего жизни в запасе и т.д. и т.п. Возможно, в будущем как раз это будет более понятно Мне так, окей, у нас появились первые конкретно, первая постройка, которая отвечает за исследование Здесь можно исследовать карту Как раз после этого можно будет создавать пчелок, которые будут отправляться куда-то там Вне нашего улья и что-то, судя по всему, разведывать И плюс появится еще один новый вид у нас пчелки Также у нас есть возможность хранилища воска сделать Приятная вещь, потому что Если в дальнейшем я захочу сделать апгрейд Самого главного нашего зала Королевский этот зал с троном Для него потребуется... А нет, слушайте, здесь хватит воска Какой-то здесь другой крафт должен быть Если я не ошибаюсь, по-моему, он требует больше, чем Я могу себе позволить воска Или стоп, подождите А, нет, всего 12, нет, все правильно 12 воска у меня вмещается Сейчас, но чтобы сделать тронный зал, нужно 16 Поэтому нужно по-любому хранилище Так что, наверное, первым мы поставим хранилище Исследовать Ну, вроде нянька у нас появилась И процесс пошустрее стал Я так смотрю, работяги у нас стали гораздо шустрее появляться Давайте, наверное, сделаем еще одну няньку Как раз у нас только что испарилось Вот, сделаем две И посмотрим, как будет у нас работать Если будут две няньки Насколько у нас вырастет производство тогда Очень бы хотелось, чтобы оно реально выросло Многократно А то слишком уж как-то медленно все Так, еще можно клеточки создавать дальнейшие Я, то есть, могу вот здесь приказать И построить еще что-то Но мне пока что этого не нужно У меня и так вон сколько клеток свободных Так что я не думаю, что стоит пока что париться С развитием дополнительных клеток Так, что это такое у нас? Какое-то событие здесь Так, сейчас прочитаю Судя по всему, к нам здесь улитки пробрались И они хотят меда Чтобы принести этот мед своим слаймобогам Я могу сказать нет, а могу сказать да Ну, давайте попробуем так Вот, что это даст Мы девять меда потеряли Возможно, это хорошо Возможно, плохо Я не знаю Если бы я ответил на другой вариант Тогда бы, наверное, я точнее узнал Так, стоп У нас за популяцией Теперь нужно следить У меня Нужно теперь производить простых работяг У меня две няньки появились Надеюсь, что они мне сейчас помогут В более шустром развитии Текс И И, 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 и Ну да, шесть у нас есть работяг Значит, надо сделать скорее нам этих Самих рабочих строителей Потому что иначе у меня не будет новых исследований А если не будет новых исследований То наш углей развиваться не будет Это будет супер хреново Так, ладно Пока няньки есть Работают хорошо Давайте развивать Всех остальных Скорее всего Весь контроль популяции Заключается в правильном использовании Вот этого вот слайдера Конкретно заставлять того или того Создавать И Наверное, это самое важное В данной игре Зачем Что нужно контролировать Возможно, нет Так Что у нас обычный день в нашем угле Ничего прям особенного не происходит Это хорошо Потому что если будут какие-то Супер жесткие события То будет совсем хреново Кстати, я не сказал еще одну вещь У нас Игра может закончиться Дело в том, что у нас королева есть Она живет Я поставил специально по большему времени А сейчас она у меня живет Два часа получается Через два часа наша королева отъедет И то есть считайте, что мы проиграем Для того, чтобы этого не случилось Нам нужно будет набрать Шестьсот нектара Шестьсот нектара Это прям много Если так посмотреть То, что я один нектар Это вроде как Двадцать меда Пять Нет, пять нектара По-моему Также у нас Там пять пыльцы И также Двадцать меда Это равно одному нектару Если я не ошибаюсь Точнее, желе будет производиться Вот, желе нам нужно будет И желе производить Надо прям будет Ну, конкретно жестко Здесь вот есть Облзнок Кто раз будет заполняться Так что улей должен быть Титанических размеров В будущем у нас Чтобы мы могли нормально Все делать Так, давайте-ка мы тогда Следующий апгрейд возьмем Я думаю, что попробую Сделать карту Чтобы у меня появились чуваки Которые смогут отправляться Куда-то еще И, глядишь, это мне Поможет Может быть, найдем Какие-то ценные ресурсы Кстати, у меня нянька отъехала Это хреновенько Так, давайте-ка одну Хотя бы вернем Сейчас она должна появиться Опа И обратно возвращаем Наших стандартных Без стандартных юнитов Вообще никак нельзя Так что за этим Мы следим Ну и сейчас будет Новое исследование Скоро Когда я обратно Верну нам работягу Потому что Прошлый работяг отъехал Так что нужно Вот так вот теперь делать Ага Так, может быть еще Одну няньку, конечно, создать Я не знаю Ну, хотя бы один строитель Уже есть Одна нянька есть Это уже хорошо А вот простых у меня Пчелок очень мало Так, что у нас По поводу выхода Здесь ничего не написано Да? Так Ну, здесь написано Что они могут Что-то там собирать Ну, ага Можно, конечно, запечатать Выходы Тогда у нас Никто улетать не будет И все будут работать Только в улье Но надо ли нам Нам это? Потому что Типа И чего они будут У нас на базе здесь делать Надо, чтобы все равно летали И искали какие-нибудь ресурсы Или что-нибудь типа того Вообще идеально Давайте клетки новые построим Чтобы у нас здесь Хоть какой-то процесс Грюшел А то так вообще Ничего не будет происходить Это тоже не очень Такс И скоро у нас Не, не скоро Это капец Какое долгое исследование Если посмотреть Видимо 80 пунктов исследования Это капец Как долго до этого У нас там 20-30 максимум было Здесь прям по хардкору Так, давайте-ка еще одну Создадим Няньку И дальше создадим Еще одного строителя После этого Не, лучше два строителя Чтобы пошустрее А то слишком уж большой Прогресс здесь потребуется Для следующего изучения Так что пусть лучше Двух строителей сделают А потом вернем Обычных наших работяг Так, все Строители появились И дальше обычные работяги Пусть работают Хотя стоп У нас по-моему Снова нянька отлетела Что-то няньки быстро отлетают Они только появляются Такие все Уже нету ее Че такое? Че не так? Почему вы так быстро уходите? Так, все Две няньки есть Хорошо Дальше создавайте мне Обычных ребят Так, и в клетках Которые у нас появились Давайте что-нибудь Еще построим Так, мастерская Это есть у нас Давайте Может еще одну Нюрсери построить Может быть еще больше нянек Да, я смогу создать Может быть это тоже как-то В лучшую сторону для нас сыграет Хранилище воска Кстати, я до сих пор не построил Я же его исследовал Но построить-то Забыл Так, и еще нужно Чтобы воск у нас был побольше А то не хватает мне Для дальнейших производств Но сейчас я потратил Много воска Кстати, если что Пчелы-строители Еще у нас Отличаются тем Что они гораздо быстрее Строят новые здания Новые клетки Это тоже круто Но Так Но-но-но-но-но Но сначала надо разобраться Вот с этим Может быть давайте Сделаем 4 няньки Посмотрим, как это будет работать Будет ли в 2 раза быстрее работать Вот у чего вопрос у меня Или сразу 2 будут появляться Ну-ка Нет, появилась только одна Если бы появилось сразу 2 Я бы сказал, что да Типа имбовая штука Потому что если здесь 2 такие строятся То 2 раза быстрее бы Производились юниты Ну пока что спорно Зато количество нянек выросло Теперь их 4 А значит Возможно Все же быстрее будет происходить Весь процесс Так, ладно Давайте рабочих создам еще Так, новое хранилище Надо создать У меня какого там Хранилища не хватило Воск, по-моему Еще одно нужно Так что пусть воск создают Ну слушайте Вроде процесс Пошел получше, да? Так, давайте сюда Обратно вернем Обычных Наших ребят Что у нас за сообщения? Так, мое любимое Часть Это какие-то такие сообщения Это вообще кого-то Не относится Там просто, видимо О чем-то говорят нам Нам эта информация Не нужна Так, нам нужно Чтобы они побыстрее Закончили уже исследование А то без этого исследования У меня все стоит на месте Я хочу скорее карту Чтоб я смог сделать Разведчиков уже себе Посмотреть Чего из этого У нас получится Ну пока смотрите У меня стало много нянек И гораздо быстрее Стали производиться Новые рабочие У нас в целом Сейчас 16 юнитов Целых 17 уже Да Все же неплохим решением Было построить еще одно Еще одно такое здание Так Что, давайте заканчивайте Там осталось буквально Пару пикселей Ну, доделайте пожалуйста Этот квест Очень я хочу Очень вас прошу Там бздюлька осталась просто Сейчас еще работяги наши Все-таки бэм Лопнут и все У меня больше не останется рабочих Они не доделают свое задание Да Не, вот, доделали Прекрасно Все, я могу сделать Теперь новое здание Так, оно у нас Map Room Все, давайте Строите мне Map Room Так, и нам нужно Создавать новых нянек Я смотрю А то сейчас Проблема начнется Опять с производствами Так что Няньки, няньки, няньки Делайте мне няник Как можно скорее Так, а вот у нас комната С цветочками Господи, какая она Странная Видимо, нужно куда-то Отправляться в исследование Так, Explore 8 поинтов Каких-то требует Мг Так, это наш улей Окей Это зона, где можно Что-то исследовать Например А, то есть Я не могу ее Не исследовано Это у нас Под вопросиком Ага То есть, вот это все Вокруг мы знаем А то, что вот С вопросиком Мы не знаем Еще есть места Где есть цветочки Есть опасные места И не выбраны Мг Так, а как нам Исследовать Нужно какие-то Поинты потратить У меня поинтов этих нет Возможно, как раз появятся Эти Новые виды пчелок И они за это И будут отвечать Так, что у нас На нянька появилась Еще одна, нет? А, появился первый Вот этот крес юнит Который будет Производить Судя по всему Еще один ресурс Ну, ладно Сейчас такие два Сразу произведут Сделают Пусть еще два Мне строителя О, три из двух Создали? Серьезно? Как так получилось? У меня же лимит Ага Ну, допустим Может быть баги Это все же Индия игрушка И она Может Она может Соблюдать Какие-то неточности Она еще В стиме не выходила Так что Я такое могу И простить Ничего страшного Кстати, сегодня Кодовое слово Пчелы Поэтому, если хочешь лайк Пиши пчелы Получишь лайк Так, все у нас просто Так, клетку Создавать ли еще одну клетку Не уверен Я уверен, что нужно Создавать дальше Простых юнитов Пусть дальше штампуют Мою армию А то у меня сократилось Количество обычных рабочих И это очень хреново Так, что у нас Появились поинты Для исследования Новых локаций Нет, все еще нет Где оно будет храниться Я не понимаю Так, ладно Ресерч Давайте-ка новые Здесь все исследовано Значит, есть апгрейды клеток И апгрейды пчел Апгрейды пчел Пока недоступны Значит, нужно делать Апгрейды вот эти Давайте тронный зал Попробуем прокачать Там, кстати, тоже требуется Дофигища ресурсов И дофигища поинтов Поэтому быстро мы построить Это не сможем К сожалению Так, но Пока у меня все живые Работяги А вот нянька отлетела Так, надо Ну, не надо нянек возвращать Сейчас няньки А то пропадут А скорость производства Замедлится в разы Так, а теперь вот так Ну, видимо, самое главное Это сидеть вообще Вот за этим ползунком Садить Создавать всех рабочих Сразу же моментально И создавать этих картографов Чтобы они тоже Как-то работали Так, давай вот так вот сделаем Чтоб у нас вернулся А теперь вернем нам Наших строителей А то никто исследованием Заниматься не будет Это супер хреново Тогда нам такое Совсем допускать нельзя Так, все Строители вернули Дальше мы тогда Нет, стоп Надо няньку вернуть Так, нянька готова И тогда дальше Пусть обычных А, блин, да они Испарятся Хоть какой-то таймер был бы Чтоб я понимал За сколько времени Проживут у нас еще Наши няньки Но нет такого таймера Поэтому приходится гадать И в нужный момент Саму обратно всех создавать Следить, короче, постоянно За своей популяцией Это вообще закон Без этого никуда никак И вообще Нельзя здесь жить Без того, чтобы следить За всем остальным Так, что у нас по поводу Этого Мне все интересно Могу ли я карту использовать Хочу пойти просто в территории Которые у меня не исследованы Но я до сих пор не могу Хотя у нас Вроде как не запрещено ничего Могут исследовать они себе спокойно Форейджинг зон Да, это все работает Врагов вроде никаких нет Ну, может потом это придет Надо еще доделать Несколько исследований Возможно у меня просто Не открыто то, что нам нужно Ну, в общем-то Наш улей еще в дальнейшем Будет развиваться Можно будет посмотреть Чудака Как будет наша Здесь королева поживать Движуха Как говорится У нас не заканчивается Но Ребята Если вам эта игра понравится Захочется увидеть еще Как мы развиваем улей Как мы строим свою армию И так далее И того подобное То лайк поставь Обязательно тебе покажу А на этом мы будем заканчивать С вами был Кристалл Всем удачи, всем пока Заходите в мой Дискорд Заходите в мой Телеграм Заходите в мой Павликонтакте В описании все ссылки Подписаться не забудь Чтобы мне помочь Делать для тебя еще больше видосов Ну все Удачи, пока Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok